Добрый вечер, уважаемые трейдеры. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсик, если вы меня хорошо видите и слышите. Проверим качество звука и связи. Добрый вечер. Если у всех нет проблем со связью, то просьба отписаться об этом в общем чате, поставить хотя бы плюс, для того, чтобы я понимал, что мы можем начинать наше сегодняшнее мероприятие, что качество звука и видеотрансляции соответствуют заданному уроку. Добрый вечер. С которыми можно будет работать в рамках уже предстоящей торговой недели. Пока только один плюс вижу. Просьба остальных всех участников вебинара, все те, кто еще не написал в общем чате. Если вы хорошо меня видите и слышите, если качество трансляции у вас хорошее, тогда прошу поставить в общий чат плюс, для того, чтобы мы с вами могли начать вебинар. Есть, плюсы появились. Замечательно. Тогда давайте с вами начнем. Напоминаю, что все вопросы, которые у вас будут возникать в ходе сегодняшней трансляции, вы можете задавать в чате. Все то, что вас интересует относительно рынка криптовалют, лучше всего именно основных его инструментов, биткоин, эфир, лайткоин и так далее. Все эти вопросы вы можете писать в общем чате. Постараюсь сегодня на все вопросы ответить. Ну и, соответственно, будем с вами формировать торговые идеи для того, чтобы можно было на них заработать. Также напоминаю вам, что в рамках компании Амаркетс есть специальная группа, созданная в мессенджере Телеграм, ссылки на которые вы также уже можете увидеть в общем чате. Прошу всех присоединиться к данной группе, где регулярно выкладываются различные торговые идеи по разным криптоинструментам. Я думаю, для вас это будет очень полезно, если вы хотите находиться всегда в курсе того, что происходит на рынке криптовалют и пытаетесь ежедневно найти для себя актуальные точки входа на данном рынке. Тогда вам прямиком в эту группу присоединяйтесь, там также есть чат, где вы можете пообщаться с трейдерами, обсудить все интересующие вас вопросы, задать вопросы профессиональным трейдерам, аналитикам компании Амаркетс, узнать их мнение насчет того или иного рынка, соответственно, там же все это реализуется. Поэтому присоединяйтесь, ссылки вы видите как раз в общем чате. Итак, если на данный момент вопросов у вас нет, тогда давайте начнем. Традиционно начинаем мы с блока информационного, то есть сначала обсуждаем с вами именно теоретическую вводную часть, потому что регулярно наши вебинары посещают не только профессионалы, но и начинающие трейдеры. И необходимо из раза в раз напоминать о том, что из себя представляет данный рынок и как вы можете извлечь выгоду, работая на данном рынке. Итак, поехали. Тема вебинара, что такое криптовалюты и как на них заработать. Криптовалюта – это актив, который является полностью цифровым или виртуальным, следует это знать. И в отличие от привычных нам с вами банкнот, которыми мы ежедневно расплачиваемся практически везде, данный актив находится только в сети интернет, что делает его также крайне привлекательным, как раз по этой причине. Самая первая и самая популярная на данный момент, самая высококапитализированная криптовалюта – это биткоин. Появилась она примерно в 2008 году. Кто ее создал, мы говорить не будем, потому что точного мнения на этот счет нет. Поэтому у многих бытует мнение, что это Сатоши Накамото, японский программист. Но есть и другие мнения, поэтому высказываться на этот счет мы не будем. Самое главное знать, что биткоин является основой рынка, самой основной криптовалютой, просто гигантом, за которым следуют и другие монеты. Так называемые альткоины. И главное преимущество всех криптовалют – это принцип анонимности при расчетах. В отличие от стандартных платежей, которые вы проводите по банковской карте, где принцип анонимности не соблюдается. В отличие от этого криптовалюта как раз обладает таким свойством, что делает ее привлекательность более высокой. Новые биткоины или любые другие криптовалюты появляются за счет вознаграждения за обработку транзакции, так называемого майнинга и решения задачи при помощи компьютеров. В связи с этим, естественно, на рынке цифровых гаджетов также сформировался определенный бум, как только начался ажиотаж к рынку криптовалют. Естественно, активизировались майнеры, стали закупать различные видеокарты, комплектующие для того, чтобы создавать все новые и новые альткоины или биткоины, например. Один как раз из способов того, как вы можете заработать на этом рынке – это как раз заниматься майнингом. Правда, сейчас это не слишком рентабельно с учетом текущей стоимости криптовалюты, но об этом мы поговорим чуть позже. Количество биткоинов заранее известно и ограничено. Я думаю, ни для кого это не секрет. Опять же, повторюсь то, что новые монеты появляются как раз за счет вознаграждения, то есть вам их выплачивают как вознаграждение за обработку транзакций. Хранить биткоины вы можете на специальных биткоин-кошельках. Некоторые из них представлены сейчас на слайде, можете с ними ознакомиться также на жестком диске компьютера и на мобильном устройстве. То есть есть разные способы хранения криптовалюты, что, опять же, позволяет вам диверсифицировать, скажем так, свои накопления, если они у вас есть именно в криптовалюте, ну и как бы этот процесс сделать более гибким. Почему биткоин или другие альткоины будут расти дальше? Ну, во-первых, технология способствует этому, технология блокчейн, инновационная технология, о введении которой на территории РФ сейчас уже задумываются наши финансовые власти, так как у нас есть определенный конфликт с Великобританией, которая планирует нас отключить от системы SWIFT. Соответственно, мы сейчас можем рассмотреть для себя такую альтернативу и ввести на территории РФ расчеты как раз благодаря системе блокчейна. Поэтому система инновационная, да, и набирает популярность по всему миру, и за счет этого, естественно, спрос на криптовалюты не снижается, несмотря даже на то, что курс криптовалюты сейчас находится практически на годовых минимумах. Все равно многие-многие трейдеры, инвесторы сейчас только начинают покупать, вот, поэтому как бы ажиотаж к ней никогда не угаснет. Соответственно, большие деньги официально могут уже работать с криптовалютой, уже были запущены производные финансовые инструменты на нескольких американских биржах, крупнейших, опять же, по торговле деривативами, уже появились фьючерсы на торговлю биткоином, что позволяет многим институциональным инвесторам, да, покупать данные активы, делать это вполне легально, и, соответственно, зарабатывать как раз на спекуляции данными активами. Вот, психология рынка также будет помогать биткоину и другим альткоинам, потому что все больше и больше трейдеров и инвесторов узнают про криптовалюту. Безусловно, появляется ажиотаж получить, заполучить ее так и себе, чтобы заработать на разнице курса, да, тем более тот бум, который был в 2017 году на рынке криптовалют, о котором, наверное, знает каждый. Ну, если не знает, то хотя бы краем уха слышал об этом. Он как раз способствует тому, что курс поддерживается на текущих уровнях, да, не обваливается там до нуля, хотя криптовалюта ничем не подкреплена, как таковая, да, там, в отличие от привычных финансовых активов, да, там, акций, апплигаций и так далее. Несмотря на это, за счет как раз активного спроса со стороны и частных, и крупных инвесторов, соответственно, курс криптовалюты удерживается на достаточно бессумных и значительных уровнях. Вот. Тем более сейчас интерес к криптовалюте появляется со стороны многих государств, и, соответственно, это также усиливает спрос на криптовалюту. И на данном слайде вы видите те возможности, которые вы можете реализовать для себя, как трейдер, как человек, который хочет заработать на разнице курса. Вы это можете делать на криптобиржах, да, их сейчас огромное количество, правда, не все они, как бы, отличаются определенной степенью надежности, да, потому что появились они не так давно, и сейчас наблюдается огромное количество проблем с выводом денег, с тем, что торги приостанавливаются на определенное время, да, потому что финансовые институты, финансовые власти пытаются этот рынок взять под собственный контроль, и из-за этого даже многие криптобиржи уже закрылись, и вот те инвесторы, которые там работали, пока не все смогли получить свои денежные средства обратно. Вот. Также вы можете осуществлять торговлю на криптовалюте, используя брокеров. Одним из них является компания Amarkets, в рамках которой вы сейчас находитесь на вебинаре. И здесь у вас, скажем так, полный карт-бланш, есть много преимуществ. Во-первых, это наличие физических офисов, да, то есть вы можете прийти пообщаться с специалистами компании, и у вас есть более серьезные гарантии надежности сохранности вашего капитала, в отличие от криптобиржи. Плюс ко всему, работая через специальную торговую платформу, да, которую предлагает компания Amarkets, у вас есть возможность зарабатывать не только на росте, но и на снижении курса криптовалют, и эта возможность в условиях текущего рынка очень актуальна, потому что сейчас многие криптоактивы находятся в стадии стагнации, да, то есть курс не растет практически, в основном наблюдается только падение, и чтобы не оставаться в стороне, да, иметь возможность также из этого извлечь выгоду, вы можете как раз стать клиентом компании Amarkets, зарегистрировать себе торговый счет, и, соответственно, успешно вести торговлю в рамках нашего брокера. Опять же, вся необходимая поддержка будет исходить как в рамках вебинаров, да, которые мы регулярно проводим, так и на канале в Telegram, где вы, куда вы можете присоединиться совершенно бесплатно. Вот, на этом предлагаю теоретическую вводную часть, так называемую, закончить, и давайте постепенно будем переходить в торговую платформу, посмотрим, что у нас произошло на минувшей неделе, посмотрим, как себя реализовали те торговые идеи, которые мы обсуждали ранее, да, и, соответственно, начнем уже определять тенденции на будущее. Если у вас на данный момент есть какие-то вопросы касаемо рынка криптовалют, прошу их задавать в общий чат, я пока займусь настройкой демонстрации экрана, чтобы вы могли видеть те графики, которые я подготовил сегодня для вас. Уважаемые участники вебинара, прошу вас в общем чате поставить плюс, если вы на данный момент видите демонстрацию моего рабочего стола, если видите график, который сейчас у меня открыт в поле торгового терминала. Плюсы есть. Замечательно. Буду периодически заходить в чат для того, чтобы просматривать вопросы, чтобы могли на них своевременно ответить. Давайте тогда уже переходим на графики. Давайте несколько слов, во-первых, скажем, про то, какие новости были у нас на минувшей неделе. Ничего сверхъестественного на самом деле не происходило на рынке криптовалют. Было очень много заявлений со стороны различных, скажем так, известных личностей, которые своими фундаментальными высказываниями будоражили участников рынка. Высказывался и Виталий Бутерин, один из основателей эфира. Комментировал там в Твиттере, давал свои комментарии. А также один из членов Федеральной резервной системы высказался на тему как раз рынка криптовалют. В очередной раз комментарии прозвучали очень похожие на те, которые мы слышали ранее. То есть о том, что рынок криптовалюта не представляет никакой угрозы финансовой системе мировой в целом, и в частности Соединенных Штатов Америки. И многие все-таки делают акцент на том, что рынок криптовалют должен быть регулируем. Сейчас этим активно занимается Китай. Япония также вводит определенные условия отдельно для бирж. То есть они должны будут получить определенную лицензию, скажем так, для осуществления своей деятельности. В Японии есть специальный для этого регулятор. Но эта новость еще была на прошлой неделе, но тем не менее сохраняет свою актуальность даже в рамках текущей. Потому что криптовалюта сейчас находится под давлением. Тем более сейчас финансовой власти Японии вводят определенный, скажем так, мораторий на торговлю. То есть сейчас для всех крупных инвесторов, которые собираются вкладывать десятки тысяч долларов в криптовалюту, на сумму от 283 тысяч долларов, если они делают закупку криптовалютой на финансовых площадках Японии, соответственно, они должны сообщать об этом финансовым властям. То есть это тоже определенная мера регуляции, и Япония старается взять рынок под контроль, что, естественно, немного нервирует участников рынка, так как все-таки принцип анонимности ключевой, и в системе блокчейна он фигурирует. И именно благодаря этому столь активный спрос на криптовалюту. Сейчас это пытаются развеять, сделать эту систему более прозрачной. И, возможно, нас ожидают в дальнейшем определенные налоговые премии, как раз которое будет наложено на рынок криптовалют, где, возможно, все участники рынка будут выплачивать определенный процент с прибыли, или вообще в целом какую-то комиссию выплачивать за торговлю на рынке криптовалют. Как это есть, допустим, на любой другой бирже, где торгуются, например, акции. Сейчас это немного подрывает доверие трейдеров к криптовалюте, и на данный момент мы видим то, что за минувшую неделю курс биткоина продолжает снижаться. Ничего благоприятного здесь выделить не могу. На прошлой неделе мы с вами обсуждали тот факт, что биткоин может достигнуть отметки в 7 тысяч долларов. Даже не исключали того, что курс может снизиться до 6,5 тысяч долларов, и наша торговая идея с успехом реализовалась практически пункт в пункт. Биткоин ударил в этот уровень. Кстати, все записи прошлых вебинаров вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube. Ссылка также есть в общем чате в рамках данного вебинара. Итак, биткоин сейчас тестирует годовые минимумы. Уровень в 6500 долларов сейчас ближайшая поддержка для данного инструмента. Мы видели то, что биткоин попытался сделать коррекцию. Первый раз протестировал данный уровень, но она не увенчалась успехом, и сейчас мы вновь находимся возле данного уровня. Что нас может ожидать дальше? На самом деле ничего хорошего, на мой взгляд, произойти в ближайшее время не может, потому что если мы перейдем с вами на более мелкие таймфреймы, то увидим то, что полноценной ту коррекцию, которую пытается развить биткоин, ее назвать сложно. То есть, допустим, если вы знаете хотя бы примерно волновой анализ, где для того, чтобы получить первоначальный импульс, который может свидетельствовать о том, что рынок развернется, нужно сформировать 5 волн. На данный момент мы видим то, что биткоин максимум формирует 3 волны, после чего обваливается и обновляет свои минимумы. Поэтому то, что мы сейчас видим, то, что пытается сделать биткоин в плане коррекции, это не более чем хорошая возможность зайти в рынок, именно в шор, зайти, то есть в продажу по более выгодным ценам. Я сам продавал как раз по 7200 долларов, у меня открылась продажа, но я сейчас успешно ее реализую как раз на фоне снижения курса данного инструмента. Также мы видим то, что у нас была пробита трендовая линия, которая несколько раз оказывала поддержку курсу биткоина, поэтому сейчас ничего не мешает данной криптовалюте продвигаться ниже, и я могу смело выделить целевой диапазон для биткоина в районе 5000 долларов. Естественно, реализация данной торговой идеи возможно в том случае, если мы увидим пробой уровня в 6500, закрепление ниже данного уровня, тогда можно уже полноценно продавать стандартным объемом, которым вы работаете с данным инструментом, в принципе, ничего не боясь, потому что дорога здесь открыта, 1500 долларов, хороший диапазон, который можно с успехом отработать, как раз открыв короткую позицию по данному инструменту. На данный момент длинных позиций рекомендовать вам не могу, потому как на рынке есть определенный негатив как с фундаментальной, так и с технической точки зрения. Наверное, многие из вас уже услышали о том, что был образован так называемый «медвижий крест» на рынке биткоина, то есть это пересечение 250-й скользящей средней, что указывает на возможность быстрого снижения курса данного инструмента. Поэтому по биткоину основная идея – это после пробоя уровня в 6,5 тысяч долларов за одну единицу продавать с целью в 5 тысяч долларов. Ровно здесь как раз располагается достаточно сильный уровень поддержки. Также можно будет попробовать поддержать эту позицию до уровня в 3 700, ну, практически 3 800 долларов за одну единицу биткоина, потому как тут также располагается достаточно значимый уровень по линиям коррекции Фибоначчи, уровень 176,4, который как раз может нас привести к, получается, к тем значениям, по которым биткоин торговался еще в августе. Тем более сейчас, ввиду, опять же, сложившейся ситуации, у многих падает доверие к биткоину, то есть многие уже начинают разочаровываться, инвесторы уже устали держать биткоин по таким низким ценам. Майнерам сейчас тоже невыгодно включаться в работу, потому что себестоимость, ну, то есть срок окупаемости майнингового проекта сейчас гораздо выше, чем при, допустим, цене там 10 000 долларов. И из-за этого, конечно, сейчас и майнеры находятся в стороне, и инвесторы стараются тоже лишний раз длинные позиции по биткоину не открывать. Хотя на самом деле цены выгодные, 6 500 долларов годовые минимумы покупать в принципе, так как казалось бы, достаточно выгодно, но я бы не торопился все-таки с покупками. И если вы все-таки настроены именно на покупку биткоина, то я рекомендую это делать не раньше уровня в 5 000 долларов как минимум. То есть я думаю, что эти цели мы, возможно, не в ближайшую неделю, но в ближайший месяц, может быть, несколько реализуют. Естественно, сразу вот прям с текущих цен заходить в продажу тоже не стоит, потому что мы видим то, что биткоин стремится к нашим целям плавными шагами, да, реализует постоянно определенные технические коррекции, которые могут произойти прямо сейчас. Но опять же я не рассматриваю ее столь значительной. Максимум, на мой взгляд, куда может вырасти биткоин, это уровень 8400. Но опять же, чтобы туда подняться, нужно иметь достаточно значительный потенциал, и хотя бы с точки зрения фундаментального анализа должны на рынок последовать какие-то позитивные новости. Пока их нет, пока сплошной негатив, поэтому покупать биткоин я на данный момент не рекомендую, а присматриваться к коротким позициям я рекомендую в случае пробоя уровня в 6500 долларов. Переходим к следующей криптовалюте. Это эфир. Здесь у нас ситуация похожая. Курс продолжает снижаться. Опять же, попытка коррекции не уменьшалась успехом. Практически сразу поглотили все то движение, которое было восходящее в рамках текущей недели. И сейчас, опять же, мы торгуемся уже практически на обновленных минимумах текущего года. Это уровень в 350 долларов за одну единицу. Этот уровень мы, кстати, также отмечали в рамках предыдущего вебинара. С успехом наша идея реализовалась. И сейчас мы находимся в ситуации очень похожей на ситуацию с биткоином. То есть мы сейчас тестируем достаточно сильный уровень поддержки, в случае пробития которого у нас с вами откроется дорога на дальнейшее снижение. И первой целью в данном случае будет выступать уровень 161,8 по линиям коррекции Фибоначчи. Это отметка примерно в 300 долларов за одну единицу. И следующая цель – это примерно 210 долларов за одну единицу. В принципе, удивляться этому на самом деле не стоит, потому как согласно многим исследованиям и наблюдениям на рынке подобные движения, бурные, восходящие, которые формируются на многих инструментах, также с успехом полностью рынок поглощает. Поэтому на данный момент возможность дальнейшего снижения я не исключаю. И буду также стараться открывать короткие позиции по данному инструменту. Хорошей точкой входа на продажу будет отметка 425 долларов за одну единицу. Достаточно сильный уровень, который мы очень быстро преодолели. И на его ретесте как раз можно уже будет присматриваться к продажам до наших текущих целей. Это 300 долларов за одну единицу и 210 долларов за одну единицу. Если вы уже находитесь в коротких позициях по эфиру, тогда просто нужно их удерживать. И цели я уже обозначил несколько раз, поэтому их вы можете выставить для себя в качестве тейк-профита и зафиксировать как раз короткую позицию именно на данных ценовых значениях. Не исключается возможность коррекции по эфиру, потому что тоже мы видим, что рынок падает методично, с определенными коррекциями. Правда, больше одного-двух дней они не длятся, но тем не менее. Тем более даже по эфиру мы видим, что рынок значительно быстрее падает, чем по биткоину. Если биткоин пока притормозил возле годовых минимумов, то эфир уже с успехом их обновил и продолжает дальше свое снижение. Поэтому здесь рекомендация такая же, как и по биткоину. Если у вас сейчас позиции нет, тогда ждем пробоя уровнем 350, закрепление, дальше открываем короткую позицию, цель 300 и 210. Вполне себе приемлемые цели, которые могут принести вам значительную выгоду. Если вы настроены покупать эфир, тогда однозначно это лучше делать не раньше уровня 300 долларов. Если вы хотите купить по самым выгодным ценам, тогда рекомендую дождаться уровнем 210 долларов за одну единицу. Переходим дальше. Следующий у нас на очереди эфир классик, который продолжает технично отрабатывать те уровни, которые мы строили на графике еще в ходе наших прошлых вебинаров. И в целом мы видим сейчас то, что та идея, которую мы рассматривали по эфир классик, она себя успешно реализует. А напомню, идея была следующая. Так как мы допускали дальнейшее снижение курса биткоина, и, как мы с вами все знаем, биткоин является определенным локомотивом для рынка, и многие альткоины подстраиваются под его динамику. Мы допускали пробой уровнем 12,5 долларов за одну единицу, и дальнейшее снижение до уровня 9 долларов за одну единицу. Ну там 9 с копейками, получается 9,15 примерно. Так вот, видим то, что эфир классик эту идею успешно реализует. Если вы продавали, то поздравляю вас уже с прибылью. Еще можно из этой позиции небольшую выгоду извлечь, поэтому наберитесь немного терпения и ждите, пока курс будет дальше снижаться до уровня 9 долларов 15 центов за одну единицу. Дальнейшие перспективы здесь пока выделить сложно, потому что в отличие от, допустим, других рынков, да, биткоина и эфира, где ситуации очень похожи, где идут глобальные коррекции. На эфир классик здесь такой широкий боковик образовался, который пока, вот в рамках которого пока данный инструмент и торгуется. Вот, поэтому здесь работать стоит только от уровней. Можете себе переписать те уровни, которые сейчас у меня отмечены на графике. Как вы видите, они успешно реализуются, и вот многие торговые идеи, которые мы давали по эфир классик, они успехом себя реализовали лишь благодаря тому, что этот инструмент очень технично ходит от одного уровня к другому. И вот сейчас мы уже приближаемся к отметке 9 долларов 15 центов за одну единицу. Что касаемо покупок данного инструмента, можно пробовать на как раз уровне 9 долларов 15 центов покупать. В том случае, если динамика других рынков будет этому способствовать, если биткоин также начнет корректироваться, то я думаю, что эфир классик может его в этом поддержать. Поэтому, если вы рассматриваете длинные позиции по данному инструменту, делать это стоит не раньше уровня 9 долларов 15 центов за одну единицу, нужно немножко подождать, закупиться, и до уровня 12,5 долларов за одну единицу можно будет эти длинные позиции удерживать. В случае, если этот уровень будет пройден очень легко данным инструментом, тогда следующей цели у нас будут 18 долларов 30 центов за одну единицу эфир классик. Что касаемо дальнейших продаж, ну здесь уже, если мы пробиваем уровень 9 долларов 15 центов за одну единицу, тогда дальше мы можем вполне свободно снижаться до уровня 5,5 долларов за одну единицу эфир классик. В случае, если медвежье настроение на рынке сохранится, и, соответственно, падение по многим криптоактивам усилится, тогда на свои короткие позиции держите до уровня 5,5 долларов за одну единицу эфир классик. Переходим к следующему инструменту. Следующий у нас Zcash, где мы, опять же, так же, как и по другим инструментам, выделяли медвежью тенденцию, которая продолжает реализовываться в рамках даже текущей торговой недели. Сейчас мы преодолели уровень 160 долларов за одну единицу, и, в принципе, дальше у нас дорога открыта до уровня как минимум. Давайте посмотрим. Следующий уровень поддержки у нас будет 130, да, практически 130 долларов за одну единицу. То есть, если у вас сейчас открыты короткие позиции, согласно нашим предыдущим рекомендациям, тогда до 130 долларов можно их пробовать удерживать. В противном случае, если на рынке будет сформирована коррекция, то она, на мой взгляд, будет не глубже, чем уровень 212 долларов за одну единицу Zcash. Поэтому, если у вас еще нет коротких позиций, то на данный момент продавать, естественно, невыгодно. Можно будет попытаться как раз дождаться коррекции до уровня 212, и уже оттуда с успехом заходить в короткие позиции до уровня примерно, вот тот, который мы обозначили, примерно в 130 долларов за одну единицу. Опять же, нужно прежде всего ориентироваться на динамику основной криптовалюты, а именно биткоина, исходить из того, что сейчас там происходит на этом рынке. Если назревает определенная степень коррекции по биткоину, тогда, если вы торгуете именно парой Zcash против американского доллара, тогда, исходя из этого, уже нужно скроить свои торговые предположения, свои торговые идеи. На данный момент данный инструмент может затянуть свою коррекцию, и просто может уйти в боковой флэт, проторговаться плюс-минус выше текущих уровней и в дальнейшем продолжить свое снижение. Пока тут также никаких перспектив ясных не видно. Несмотря на все возможные коррекции, рынок дальше проваливается, причем проваливается с более серьезной скоростью, с более сильной тенденцией, и поэтому тут пока ситуация так же, как и на других криптоактивах, негативная. Поэтому те, у кого остались короткие позиции, рекомендую дальше их удерживать. Покупать не раньше уровня 130 долларов за одну единицу я рекомендую данный актив, потому что здесь никаких пока благоприятных перспектив не видно. Если вы консервативно привыкли входить и стараетесь найти максимальную цену, минимальную точнее цену по этому инструменту, то я думаю, что не раньше 100 долларов за одну единицу нужно будет осуществлять попытку входа, потому что уровень круглый, который традиционно на рынке криптовалют очень сильно отрабатывается, очень хорошо отрабатывается. Поэтому если вы планируете его покупать, то я бы задумался о покупках не раньше уровня 100 долларов за одну единицу. Переходим к следующему активу. Следующий на очереди у нас Монеро, который вместе с остальным рынком продолжает дальше снижаться. Ближайшая цель по данному активу это уровень примерно 143,5 доллара за одну единицу. Пока здесь динамика сохраняется такая же, как и на других криптоактивах, могут немного затянуть с коррекцией, уйти во флэт, но тем не менее, на мой взгляд, тенденция должна будет продолжиться. И те минимумы, которые данный инструмент установил еще в феврале текущего года, я думаю, они будут с успехом в очередной раз протестированы, как минимум. В том случае, если рынок криптовалют дальше продолжит падать, то основные цели по Монеро у нас будут даже на уровнях 92 доллара за одну единицу. И если уж на то пошло, если рынок будет настолько силен, если медведи будут настолько сильно превалировать над покупателями, над быками, тогда и до 56 долларов за одну единицу мы можем с успехом прогуляться по этому инструменту. Поэтому если вы удерживаете короткие позиции, то продолжайте это делать, и можно даже будет их наращивать в момент определенных коррекций. Опять же, вот уровень, который был протестирован, уровень в 170, ну практически в 180 долларов за одну единицу, очень хорошо себя отработал. Мы этот уровень отмечали также в ходе предыдущего вебинара, поэтому от него можно было зайти в короткую позицию. Я, в принципе, это у себя реализовал, и буду продолжать удерживать короткую позицию по этому инструменту. В будущем до уровня даже, наверное, в 100 долларов я подержу, а дальше уже будем смотреть за динамикой. Но мне кажется, что уровень в 90 долларов за одну единицу будет вполне достижимым для данного инструмента. Поэтому если у вас сейчас есть длинные позиции, я рекомендую на коррекциях из них выходить, и о покупках пока данного инструмента говорить, на мой взгляд, еще рано. Можно попытаться зайти, если вы торгуете интерадей, то есть работаете внутри дня, на коротких интервалах, тогда уровень примерно в 143,5 доллара за одну единицу, то есть это годовые минимумы, они как раз могут поспособствовать очередной коррекции на данном рынке, и от них уже можно будет задумываться о длинной позиции. Но если вы работаете на долгосрок, то есть инвестируете с периодом как минимум месяц, два или больше, тогда, я думаю, то, что сейчас покупать однозначно не стоит. Раньше уровня 143,5 точно делать, на мой взгляд, не выгодно. Лучше всего покупать на уровнях около 100 и около 90 долларов за одну единицу. Следующий актив – это Litecoin. Здесь мы приближаемся к годовым минимумам. Мы видим то, что была попытка их тестирования, после которой актив значительно медведей вступили в игру, и мы видим то, что было сформировано поглощение, практически весь тот рост, который мы увидели, продавили, и сейчас мы торгуемся, опять же, возле годовых минимумов. Здесь ситуация какая? В принципе, основные цели, согласно, допустим, линиям коррекции Fibonacci, данный инструмент реализовал. Опять же, я неоднократно отмечал в ходе прошлых вебинаров, то, что потенциал роста у данного актива значительно выше, чем у других инструментов, поэтому в Litecoin, по крайней мере, я буду направлять значительную часть своего инвестиционного портфеля и значительную часть своего капитала. Поэтому сейчас мы видим то, что Litecoin, опять же, имеет возможность неплохо уйти в коррекцию, то есть до уровня, например, в 140 долларов за одну единицу вполне себе мы можем скорректироваться. Но так как все-таки на рынке продолжает оставаться медвежий тренд, соответственно, ни о каких покупках не может быть и речи. Если вы планируете покупать против основного тренда, то я рекомендую, естественно, уменьшать объем сделки, потому что тенденция может в любой момент продолжиться, основная тенденция, я имею в виду, и ваши покупки обернутся потом очень серьезным убытком. Чтобы этого не допустить, если вы планируете все-таки покупать, делать это стоит, я думаю, как раз не раньше уровня, а примерно в 92 доллара за одну единицу, то есть позволить еще немного уйти в коррекцию по данному инструменту и уже только потом закупаться с прицелом на уровень 140 долларов за одну единицу. Раньше этого, я думаю, пока заходить не стоит. Тем более мы видим с вами то, что было сильное поглощение, да, вот вчерашний день как раз практически всю коррекцию поглотил, поэтому не ровен час курс лайткоина может дальше продолжить снижение, и как раз отметка в 92 доллара за одну единицу может быть с успехом протестирована, и поэтому я думаю то, что раньше входить в покупки пока не стоит. Тем более могут сформировать еще и ложный пробой, то есть дать более выгодную цену для покупки. Если вы планируете все-таки покупать этот инструмент, то входить в него лучше не раньше как раз данных уровней. Целью, опять же, лучше всего выбрать для себя отметку 140 долларов, потому что выше, скорее всего, курс уже не поднимется в ближайшее время, и если все-таки на рынке криптовалют будет дальнейший обвал, то у лайткоина здесь, конечно, ситуация тоже может сложиться плачевная. Ближайший уровень поддержки, который может хоть как-то остановить текущий медвежий тренд, он располагается на уровне в 65 долларов за одну единицу, а дальше мы уже будем падать практически до 30 долларов за одну единицу, в том случае, если вот эта динамика на рынке продолжится. Но, опять же, на мой взгляд, этот актив очень перспективный, и, в принципе, я те позиции длинные, которые у меня были, успел закрыть в рамках вот текущего тренда, и сейчас пока нахожусь в стороне, но вот эту коррекцию текущую, которая, возможно, будет в рамках ближайшей торговой недели, я попытаюсь отыграть, посмотрим, насколько это успешно реализуется, но, по крайней мере, на мой взгляд, все шансы для этого есть. Но, опять же, работать буду очень небольшим объемом, потому что сделка контртрендовая против основной тенденции, поэтому тренд может в любой момент возобновиться, и если вы планируете покупать Тайткоин, то делайте это предельно аккуратно. Если вы планируете продавать этот инструмент, то здесь все гораздо проще, ждем пробоя годовых минимумов, то есть закрепление ниже уровня 93 доллара за одну единицу, и дальше мы уже продаем с целями в 65 долларов, и также цель в 30 долларов, ну, практически там 27-25 долларов за одну единицу, это те цели, которые, в принципе, могут реализоваться достаточно быстро, в случае, если мы преодолеем годовые минимумы. Переходим к следующему инструменту. Здесь у нас DashCoin, и тут, наверное, уже в очередной раз я повторюсь, то, что медвежья тенденция на рынке преобладает. Сейчас мы уже обновили годовые минимумы, и пока находимся в рамках некого флета, который был образован, потому что все криптовалюты на этой неделе немного скорректировались, и, соответственно, DashCoin не стал исключением, и пока дрейфует вокруг уровней 360 долларов и 250 долларов за одну единицу. Что здесь мы можем с вами выделить? На мой взгляд, курс DashCoin имеет шансы на дальнейшее снижение, и ближайшей целью для него станет отметка 176,4 по линиям коррекции Fibonacci. Если говорить о цене, то это примерно 200 долларов за одну единицу. Я, по крайней мере, постараюсь войти в короткую позицию на возможном ретесте уровнях 315 долларов, либо на ретесте уровнях 360 долларов за одну единицу. Если эта коррекция случится, тогда я буду открывать короткие позиции, и цель будет 200 долларов за одну единицу DashCoin. Что касаемо покупок, то на данный момент мы торгуемся возле уровня 250 долларов. Это очень значимый уровень поддержки, который в августе месяце прошлого года очень здорово помогал данной криптовалюте расти. Мы видим даже то, что последний, самый высокий бычий импульс был образован как раз тогда, когда цена оттолкнулась от этого уровня. Поэтому с первого раза, наверное, продавцам не удастся его преодолеть. Мы видим то, что уже как раз коррекция от этого уровня была. Поэтому в случае закрепления ниже этого уровня дальше продаем до 200 долларов за одну единицу. Продавать еще есть куда. Поэтому те, у кого остались короткие позиции еще с прошлой недели, согласно нашим торговым идеям, я рекомендую продолжать их удерживать и не выходить из рынка раньше, чем пока цена не пройдет к 200 долларов за одну единицу ташкой. Следующий на очереди Ripple. Третья по капитализации криптовалюты. Достаточно перспективная монета. И стоимость ее очень низкая по сравнению с другими альткоинами. Здесь тенденция абсолютно одинаковая с другими рынками. Ничего существенного не произошло. Продолжаем падать. О дальнейшем падении мы с вами говорили на прошлом вебинаре. И даже не исключали той возможности, что криптовалюта Ripple достигнет уровня в 40 центов за одну единицу. Сейчас мы видим, что эта идея вполне себе может легко реализоваться, потому что мы уже торгуемся ниже уровня поддержки в 55 центов за одну единицу, которую отмечали опять в ходе предприятия. Белноценный ретест. И те, кто входили здесь на... ...и были, сейчас можно дальше продолжать удерживать короткую позицию. И цель это примерно 40 центов за одну единицу. Если вы все-таки планируете покупать Ripple, то здесь я думаю, что делать это стоит не раньше, по крайней мере, 40 центов за одну единицу, так как актив не слишком дорогой, можно входить чуть раньше, чем по остальным инструментам. Но если вы все-таки планируете рассмотреть для себя самые выгодные цены, то они располагаются, на мой взгляд, на отметке примерно в 20 центов за одну единицу. Прошу прощения. Раньше этого уровня, на мой взгляд, покупать монету не стоит. То есть если вы все-таки планируете покупать и удерживать именно в долгосрок, тогда ждем уровня в 20 центов и закупаемся уже стандартным объемом, потому что все то движение восходящее, которое было в рамках 2017 года, в случае, если криптовалюта Ripple его достигнет, этого уровня в 20 центов за одну единицу, мы поглотим. И уже тогда можно будет с уверенностью говорить о том, что восходящая тенденция на рынке может возобновиться. По крайней мере, сейчас этого мы не видим. Есть еще достаточно широкий диапазон в 20 центов, который может криптовалюта преодолеть уже в ближайшие торговые недели, а даже и месяцы. Поэтому продавать однозначно сейчас стоит. Если вы уже находитесь в продажах, тогда стоит их удерживать. Если еще не открывали, тогда ждем только коррекции к уровню примерно в 45 центов за одну единицу, и тогда уже пытаемся продавать в очередной раз. Если такой коррекции не будет, тогда уже ждем достижения уровня поддержки в 40 центов, либо в 20 центов, и начинаем рассматривать покупки. Следующий на очереди Bitcoin Cash. Здесь ситуация похожая, опять же, с другими рынками, что очень приятно в криптовалютах, что у них практически все монеты ходят в одной тенденции. То есть, если Bitcoin, допустим, демонстрирует снижение, то можно, даже не открывая график любой другой криптовалюты, сказать о том, что она тоже, скорее всего, падает. По крайней мере, основные монеты ведут себя именно таким образом. Мы не говорим в рамках текущего вебинара про малоизвестные альткоины, которые только-только появляются на рынке. Я думаю, все из вас слышали такую ошеломляющую новость, что в скором времени появится такая новая монета, как BuzzCoin, создателем которой, ну, не создателем, а, по крайней мере, брендом, для которой является Ольга Бузова. Многим, наверное, из вас известны. Возможно. Соответственно, здесь, ну, как бы, подобные случаи мы рассматривать с вами не будем. Мы все-таки с вами являемся трейдерами, да, которые зарабатывают именно на тех активах, которые на слуху, новости, о которых мы можем слышать ежедневно и анализируем тенденцию с точки зрения технического анализа, фундаментального анализа и делаем уже полноценные выводы. Что касаемо других альткоинов, которые только появляются на рынке, там ситуация довольно-таки неопределенная, поэтому туда мы залазить пока, по крайней мере, в ближайшее время не будем. Итак, что касаемо биткоин кэш. Сейчас наблюдаем падение, тестируем, так же, как и по биткоину, годовые минимумы, от которых, вероятнее всего, можем уйти в коррекцию до уровня примерно в 950 долларов за одну единицу. Но так как все-таки у основных монет есть еще потенциал к дальнейшему снижению, да и биткоин кэш еще не закрыл полностью весь тот рост, который продемонстрировал в ходе 2017 года, случится это только тогда, когда мы достигнем уровня в 300 долларов за одну единицу. Поэтому, если у вас сейчас открыты короткие позиции, часть объемов сделки можно уже зафиксировать с положительным результатом, потому что, в принципе, мы сейчас находимся возле достаточно сильного уровня поддержки, от которого может быть коррекция. Если у вас есть короткие позиции, и вы планируете их дальше удерживать, тогда уровень 300 долларов за одну единицу будет для вас основной целью. Если вы еще не находитесь в коротких позициях, то рекомендую дождаться определенной коррекции. Будет очень здорово, если мы получим такую выгодную цену примерно в 950 долларов за одну единицу, и от нее уже благополучно будем с вами входить в продажи. Целью будет отметка также в 300 долларов за одну единицу. В случае, если коррекция не произойдет, и рынок провалится дальше, то после пробоя уровня в 620 долларов, после закрепления дневной, немаловажной свечой, ниже данного уровня, на коррекциях продаем цель 300 долларов за одну единицу. Здесь пока сложно выделить какие-то перспективы другие. Если вы планируете покупать, то это делать нужно крайне осторожно, так как рынок медвежий. И если все-таки у вас есть уверенность в том, что будет какая-то коррекция значительная, либо вы верите в то, что уже буквально скоро тренд восходящий возобновится по данному активу, то я рекомендую все-таки начать с очень небольшого объема для покупок, потому что все-таки пока тенденция на данном рынке складывается не в пользу биткоин-кэш, и в принципе сейчас по отношению к доллару он продолжает дешеветь. Поэтому если вы работаете внутри дня и планируете его купить, то рекомендую объем в покупках уменьшать. На этом в принципе предлагаю техническую часть завершить. Если у вас остались какие-либо вопросы, прошу их задавать в общем чате. На данный момент демонстрацию экрана я приостановлю. В целом мы уже основные тенденции на рынке разобрали. Ripple как некий индикатор роста. Я бы не выделял Ripple как индикатор роста. По одной простой причине можно обратить внимание как раз на историю 2017 года. Если мы посмотрим на 2017 год, то Ripple был как раз одним из тех, кто находился, скажем так, в аутсайдерах. В плане роста, я имею в виду в плане временного интервала роста. То есть за год Ripple все-таки показал самый лучший прирост по отношению, допустим, к биткоину или к эфиру. Но произошло это гораздо позднее, чем на других альткоинах, либо на биткоине, в том же самом. Поэтому Ripple я бы не стал выделять как индикатор роста. Скорее всего Ripple может также задержаться на вот этих минимальных значениях в то время, как уже биткоин и эфир, например, будут подрастать. Поэтому Ripple в данном случае покупать рекомендуется для того, чтобы он просто был в вашем портфеле. И согласно тем данным, которые мы получили за 2017 год, что он показал наибольший прирост, это может в дальнейшем принести вам крайне значительную выгоду по отношению, допустим, к другим монетам, с которыми вы собираетесь работать. Поэтому индикатором все-таки для роста рынка и доступать будет биткоин. Несмотря на всю популярность других монет, все-таки биткоин продолжает удерживать лидирующие позиции на этом рынке. И тогда, когда уже биткоин начнет свой рост, тогда, я думаю, и остальные криптовалюты за ними будут пянуться. На данный момент пока говорить о росте рано. Если, опять же, вы планируете покупать, то это должны быть уменьшенные объемы, это коррекционный рост, он никак не трендовый. Я попытался со всех ракурсов, скажем так, со всех точек зрения, со всех видов анализа оценить ситуацию на крипторынке, но на данный момент пока ни о каком росте говорить не приходится. Тем более очень важно отметить тот факт, то, что рынок растет только тогда, когда многие уже перестают в него верить. Сейчас все-таки в рынок криптовалюты верят, и биткоинам все равно интересуются. И покупают его, поэтому пока сейчас я не думаю, что лучшее время обходить в длинные позиции. На мой взгляд, наоборот, значительную часть вашего объема должны занимать именно короткие позиции на рынке криптовалют. С чего начать? Начать я рекомендую вам с того, что зарегистрироваться на сайте компания Markets. Там как раз вы можете получить для себя огромное количество информации по торговле в целом, по рынку криптовалют в частности. У вас будет персональный менеджер, который вам как раз и вас ориентирует по тем материалам, которые стоит изучить для того, чтобы успешно вести торговлю на рынке криптовалют. Опять же напомню, что в рамках компании Markets есть значительная поддержка, которая реализуется как раз в форме еженедельных онлайн-вебинаров, которые мы проводим для вас. А также в очередной раз вы видите ссылки на чат и, соответственно, телеграм-канал компании Markets, который посвящен теме рынка криптовалют. Там как раз много полезной информации о том, с чего начать трейдеру, который только начинает знакомство с этим рынком. Там вы регулярно получаете для себя торговые идеи, которые можно с успехом применять на рынке криптовалют. И, могу вам сказать, процент реализации этих торговых идей очень значительный. Более 70% тех позиций, которые рекомендуют наши трейдеры-аналитики, реализуются успешно. Поэтому начинайте как раз именно с этого. Присоединяйтесь к нам в канале Telegram и будем с вами вести общение, будем вас поддерживать во всем. Вот вопрос также. Если биткоин падает, альта по отношению к битку растет или тоже падает? По криптокроссам мы ситуацию пока не анализируем, потому что сейчас мы все-таки основное внимание акцентировали именно на рынке активов, которые торгуются против американского доллара. По именно альткоинам, которые торгуются против биткоина, скажем так, по криптокроссам, нужно анализировать в отдельности. Потому что каждый актив, допустим, мы с вами видим, что биткоин падает, скажем так, по-своему, эфир по-своему. Эфир более значительно снижается, мы видим это на графике, поэтому там ситуация, допустим, может отличаться по паре биткоин-эфир, может отличаться, допустим, от пары биткоин против лайткоина, например. Нужно будет подходить к каждому инструменту отдельно. Так как мы анализируем все-таки общую тенденцию рынка, стараемся выделить те идеи, которые можно применять в рамках не только торговли на одном активе, а именно для всего портфеля в целом. Поэтому мы пока работаем именно с основными инструментами. И здесь динамика достаточно, общую динамику определить достаточно просто и заработать на этом тоже гораздо проще. В данном случае я могу вам сказать то, что торговля через брокера, вот Максиму отвечаю на вопрос, торговля через брокера, опять же, приносит вам дополнительную выгоду. Как я уже сказал в начале текущего вебинара, компания Амаркетс дает возможность зарабатывать не только на росте, но и на снижении криптовалюты. Я сам являюсь практикующим трейдером. И те идеи, которые я озвучу в ходе текущего вебинара и последующих вебинаров буду озвучивать, и предыдущие, которые были, я также применяю на своем торговом счете. И тот доход, который я получаю, он складывается во многом как раз благодаря торговле в рамках компании Амаркетс. Торговля через брокера. Брокером в данном случае выступает компания Аммаркетс, в рамках которой вы сейчас присутствуете на вебинаре. Поэтому, если вы хотите поподробнее об этом узнать, вам необходимо пройти регистрацию на сайте компании Аммаркетс, соответственно, стать ее клиентом. У вас будет персональный менеджер, который как раз вам во всем поможет. Соответственно, если вы зарегистрировались, тогда вас с этим поздравляю, во-первых. Во-вторых, можете связаться с вашим менеджером, контакты которого вам обязательно должны были прислать. И, соответственно, уже обсудить с ним все интересующие вас вопросы. Так, может ли произойти ситуация, когда биткоин начнет движение намного быстрее рынка, и альткоин и эфиры не успеют за его движением? Может, исключать этого не стоит, потому что, опять же, если мы посмотрим на 2017 год, то биткоин, только тогда, когда биткоин обновлял максимумы, уже за ним подтягивались все основные инструменты. Да, вот как раз эта ситуация может вполне себе реализоваться. Согласно техническому анализу, по крайней мере, да, одному из постулаток технического анализа история повторяется, поэтому она может повториться и в рамках текущего года. Биткоин будет один из лидеров роста, а все остальные уже будут, соответственно, подтягиваться за ним. Какая выгода брокеру от прибыльных трейдеров? В том, что брокер зарабатывает на комиссиях от сделок, и чем больше будет сделок, тем больше будет комиссий. На этом, в принципе, предлагаю закончить нашу текущую трансляцию. Всем желаю удачной предстоящей торговой недели. Надеюсь, те идеи, которые были озвучены мною сегодня, с успехом реализуются, принесут вам дополнительную выгоду. Напоминаю еще раз про наш канал в Телеграм. Там ссылки есть как раз в общем чате. Присоединяйтесь, будем с вами также поддерживать связь через данный мессенджер. Всем желаю успешной торговли и хорошего вечера. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok